В Сибирском государственном университете физической культуры и спорта состоялся семинар, посвященный ключевым аспектам антидопинговой деятельности. О вопросах этики в спорте рассказали представители российского антидопингового агентства. Проведению семинара предшествовало подписание соглашения между Министерством спорта Омской области и РУСАДА. В документе говорится о проведении антидопинговых образовательных мероприятий с региональными спортивными федерациями, об обязательном прохождении спортсменами онлайн-курса РУСАДА, повышении квалификации тренеров на тему антидопинга в спорте, а также о работе с законными представителями несовершеннолетних спортсменов. Та политика, которую РУСАДА на сегодняшний день несет в спорт, в наш спорт, правильный, без допинга, в этом соглашении как раз все и проработано. К олимпийским играм готовимся. Спортсмены должны понимать, а в первую очередь должны понимать руководители и тренеры, которые готовят этих спортсменов, что такое допинг, почему нельзя. На данный семинар поступило очень много заявок и, к сожалению, мы не можем охватить такое большое количество спортсменов и персонала за один раз, но тем не менее у РУСАДА существует большое количество инструментов, которые позволяют обучаться каждому желающему из любой точки России и мира. У нас есть онлайн-курс триагонал.нет, который можно пройти за буквально два часа и получить максимальное количество антидопинговых знаний. У нас есть сервис по проверке препаратов. Грамотность спортсменов и их окружение в правовых вопросах – неотъемлемая часть подготовки к соревнованиям. Особенно это важно перед крупными международными стартами, на которых специалисты Всемирного антидопингового агентства проверяют спортсменов на предмет использования запрещенных веществ. Думаю, информация будет полезна для всех спортсменов, так как спорт без допинга, чистый спорт – это очень важно, и важно, чтобы все это понимали. Когда кто-то пытается за счет чего-то выделиться и как-то нечисто продвинуться, это совершенно не то. Спорт должен быть на равных. Специалисты РУСАДА рассказали спортсменам и представителям Федерации о международных и российских правовых аспектах. Познакомили их со списком запрещенных препаратов, с процедурой прохождения допинг-контроля, а также последствиями использования допинга.